Слоны Варшавского цирка впервые выступают в Нижнем Новгороде. Главной убор на ногах браслеты и даже педикюр. На манеже от хвоста до хобота все должно быть в порядке. Педикюр слонам, кстати, делает специальный мастер. Две ноги в день. Быстрее пока не получается. Спиливаем все, как жашпили, напильником, ножичком аккуратнее, стамесочками, подрезаем все, срезаем эти кутикулы, как они там называются, да, все это убирается. А побелкой, вот то, что мы белим, да, это водоимпульсионная краска смывается, которая на водной основе. Ну, то за пять минут мы можем накрасить, чух-чух и все. Слонихи в самом расцвете сил. Дженни 47 лет, Магда на два года младше. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, совершенно не похожи по характеру. Дженни мудрая и хитрая, Магда хулиганка. Из-за ее веселого нрава даже родился трюк, который больше не делает никто в мире. Дрессировщик кладет голову в пасть животному. Слонов выводили постоянно, чтобы они покупались, побалдели, по песочкам пообсыпались, на солнышке, на травке. И в какой-то момент Магда просто ходила-бродила, я сидел на камне, она подошла и сверху вот так вот меня взяла за голову просто. А еще они танцуют, играют в мяч со зрителями и делают стойку на двух ногах. Под физические нагрузки соответствующий рацион. На двоих съедают 300 килограммов еды в день. Плюс дрессировщик постоянно балует бананами, сахаром и сухариками. Несмотря на большой вес, Дженни весит 5 тонн, Магда на полтонны меньше, как модели снимаются в рекламе. Наравне и в одном кадре с Наоми Кэмпбелл. Они еще и кинозвезды. Последняя работа – фильм «Слон» с музыкантом Сергеем Шнуровым. Вдвоем сыграли одну роль – слонихи по кличке Бодхи. Они вдвоем, потому что они разлучницы, поэтому всегда их обеих забирали. Магда в каких-то моментах дублировала Дженни, там, где Дженни боялась. Кстати, любовь у этой троицы была с первого взгляда. Когда Гулевич в 1998 году пришел из армии, устроился в Варшавский цирк разнорабочим. Убирал за верблюдами и разбирал шатер. А Дженни и Магда уже были звездами цирка. Я еще на безвозмездной основе приходил, постоянно помогал дрессировщику этих слоних. Помогал уже просто от себя из-за своего любопытства, интереса и предрасположенности такой позитивной к этим животным. Эта любовь, конечно, возникает и у зрителей. И даже после финального поклона слонов не отпускают. За фото к ним выстраиваются очереди. Гулевич признается, что Магда и Дженни так любят людей, потому что их никто никогда не обижал. И слоны отвечают зрителям взаимностью. Я первый раз в жизни увидела слонов. Казалось, что сейчас кусанцы в сторону ловятся, потому что они были очень большие. Они такие очень большие. У них такие ноги большие и длинненькие немного. Очень много бежали, даже в словах мне просто. Мне очень понравилось, как они прыгали и танцевали. Здорово они трюки разные выполняют. Но такого я не видел. Нижегородский цирк в очередной раз удивляет и дарит своим зрителям почти 10 тонн радости. Слоны в цирке до 14 октября. Оксана Коногошина, Максим Василов. Время новостей.